здравствуйте дорогие друзья зрители моего канала и гости это вторая серия фильма день дурака затянула я с этим фильмом но хотите верить и хотите нет но так сложилось что возможность записать эту вторую серию я смогла только сегодня сейчас не сразу поняла что это день рождения ленина по дате а также не сразу обратила внимание что это цифра 2204 2022 а два года назад в этот же день в марте я выпустила фильм про зеро озеро и карту джокера путина когда готовили плебисцит поправки в конституцию вот так синхрон сейчас у нас идет операция z как ее назвала как многие ее называют тогда напомню что в этой дате 2004 2022 аркан 22 это карта дурака или шутам аркан 4 карта императора концептуальная власть аркан 20 это страшный суд тот самый о микрон что нам готовили и 22 опять шут или дурак но не важно какие цифры важно кто делает расклад и вот проверив уже давно три недели написанный расклад по фильму чародеи операции z день дурака вторая серия я пробежав еще раз по тексту ничего не добавила а лишь немного сама для себя прояснила символизм директора института кир шамаханской но кто смотрел фильм или кто не кто же не видел этот фильм чародеи там директор института кира шамаханская устраивайтесь поудобнее думаю многим этот расклад будет любопытным и так фильм чародеи в главной роли недавно ушедший от нас александра яковлева собственно говоря ее портрет из этого фильма и дал мне подсказку и вот из этого родилась вторая серия фильм день дурака и так александра яковлева в главных ролях и александр авдулов александр и александра это фильм 1982 года выпуска считается новогодним его всегда показывают на новый год много лет подряд в этот раз вот в этом году 22 года фильма не было программах его не показывали на центральном телевидении это было немного странно фильм по роману стругацких но написано что сценарий совершенно не похож поэтому мы будем читать сценарий именно как в википедии написано так и будем читать итак я приступаю и по ходу я буду расшифровывать имена отдельных героев и общая характеристика места действия некий научный институт маленьком городке где изучает волшебство и магию как и некоторые другие детали взяты из повести стругацких понедельник начинается в субботу однако чародеи не являются экранизацией этой книги и представляют собой совершенно самостоятельную историю то есть мы должны это понимать это уже получается выдумка авторов или режиссеров этого фильма возможно они были подключены какому-то поле возможно они давали подсказку а может быть они как голливуд программировали некие события итак первая серия москвич иван пухов молодой сотрудник фабрики музыкальных инструментов музыкант и настройщик роялей влюблен в алену санину молодую и привлекательную заведующую лаборатории института волшебства ну и ну научно-универсальный институт необыкновенных услуг из вымышленного города китиш града их свадьба вот-вот должна состояться и алена переедет к будущему мужу но они мечтает и заместитель директора института полон сатанеев и так ну и ну и ну украину так рифмуется допустим китиш град эта территория украины китиш град это метафизический такой город говорят что он возможно был на самом деле но погрузился так называемое второе внимание пока станет я ушел во второе внимание что он существует где-то в параллельной реальности и так алена народ украины но они мечтают аполлон сатанеев расшифруем аполлона сатанеева аполлон мифологии древних греков известен как бог света аполлон у римлян именовался феба солнцем отождествлялся в период поздней античности мифология сын зевса и латоне как гетеросексуал так и гомосексуал и вообще судя по мифологии девушки от него прятались и даже одна превратилась в лавровое дерево и так бог света он же ра захватчик смотрите мою серию египетская сила кто такой бог ра сатанеев говорит само за себя сатана он же люцифер он же свет несущий опять бог света это коллективный запад он сам себя так олицетворяя современная украина вымышленное государство как и все республики ссср вымышленное государство китежград которым есть лаборатория или лаборатории параллельно в институте завершается разработка волшебной палочки для сферы услуг и директор института кира шамаханская решает пригласить специальную комиссию из центра который даст добро на выпуск палочки широкое производство визит комиссии она решает обставить в виде целого новогоднего банкета кстати на ритуале кольца сатурна 31 января участникам дали в руки светящиеся палки банкет бал сатаны кто такая кира шамаханская данном случае идет созвучие к ира к ир шамаханская от шамаханской царицы возможно арабский или семитский след пока не знаю говорю как идет и вот это я записывал три недели назад еще вариант шима хан ския шельма хан ския еще вариант шима израэль услышь израиль еврейская молитва оказывается известная как шима который служит центральным элементом утренних и вечерних еврейских молитв так что как не крути семитский след проявлен в директоре института еще вариант царица шамаханская у пушкина в золотом петушке околдовала царя додона который забыл гибель двух сыновей сыновья воины армии додон олицетворяет русь так трактует пушкиноведы то есть в данном разборе в чародеях шамаханская царица директор лаборатории главная волшебница думаю это мировой кагал масонский равенат шамаханская не хочет отпускать алюну к ивану иван олицетворяет народ руси значит алена народ украины иван народ руси цитата сатанеев знает что у шамаханская есть влюбленный в нее ухажер заместитель директора по науке вам киврин который давно зовет ее замуж а кира хоть отвечает ему согласен но будучи очень занятой постоянно откладывает помолвку не желаю опускать алену решается на подлость иван киврин тоже иван киврин созвучно с иврин созвучно с в рин я полагаю это пятая колонна в россии и на украине предатели себе на уме кира не желает отпускать алену народ украины и решается на подлость шамаханская отправляет киврина в командировку москву после чего сатанеев сообщает ей что алена которая собиралась лететь на самолете вместе с киврином якобы на самом деле делает это чтобы увести у нее киврина ослепленная ревностью шамаханская вызывает к себе алену и не разобравшись ситуации устраивает ей скандал и накладывает на нее заклятие зимнего сердца с этого момента алена становится злой расчетливой коварной ведьмой карьеристкой она больше не помнит ивана и начинает расставлять сети на перспективного сатанеева который не сказано рад этому хотя сама алена никакой любви к нему не испытывает ею движет лишь холодный расчет заклятие зимнего сердца ненависть отсутствие любви цинизм жестокость прямо отсыл к снежной королеве и каю кай киев киев заклятие зимнего сердца шамаханская отправляет курирует пятую колонну киврина в москве но сатанеев коллективный запад сообщает что там сговор и денежные потоки идут не туда что народ украины ведет сделки с пятой колонной из россии минуя кагал что является ложью но кира мировой кагал представляет сша в том числе ослеплена ревностью решает заколдовать алену народ украины колдовством зимнего сердца печеньки ноланд и водичка которые опаивали украинцев с 2014 года и ранее с 90 годов активные сми с этого момента с майдана 2014 алена становится злой расчетливой и коварной ведьмой карьеристкой она больше не помнит ивана и начинает расставлять сети на перспективного сатанеева на коллективный запад который не сказано рад этому хотя сама алена украина никакой любви к нему не испытывает ею движет лишь холодный расчет украина ц европа сатанеев и москаляку нагеляку она больше не помнит ивана никогда мы не будем братьями ни по родине ни по матери кружевные труселя кастрюли на голове кто не скачет у москаль беру сню спасай европу сегодня ею движет лишь холодный расчет за граница нам поможет вы нам должны сатанеев это коллективный запад бидон не сказано рад этому хотя сама алена народ украины никакой любви к нему не испытывает ею движет лишь холодный расчет коллеги алены цитата виктор ковров и фома брыль думаю это часть народа которые остались советскими не понимают такой смены в ее поведении и подбивают секретаршу шамаханской ольгу простые чиновники клерки подслушать разговоры ее начальницы с сатанеевым шамаханская ротшильды кагал только рада тому что тот коллективный запад хочет влюбить себя алену считая что он самый достойный для нее избранник выясняется что заклятие будет снято если до наступления нового года алена добровольно поцелует того кого по-настоящему любит шамаханская говоря об этом думает про киврина про пятую колонну бизнес олигархов в россии затем подруги алены обнаруживают что когда она спит то становится прежней и во сне зовет ивана ковров и брыль возможно советские чекисты проводники концепции общественной безопасности решают срочно вызвать китиш град ивана надо вызывать народ большой руси на помощь за ним следует его маленькая сестренка не на может быть это донбасс а ковров магическим образом направляет брыля в купе вагона в котором едет пухов иван пухов этот в образе вагонного от слова вагон по аналогии с лишим дымовым водяным и форме проводникам железнодорожного вагона вводит ивана в курс проблемы вторая серия когда иван снины приезжают в китиш град 2014 год боевые действия на донбассе начинаются ковровую брылью удается выдать вана за руководителя приглашенного столичного вокально-инструментального ансамбля который должен выступить на новогоднем вечере минские соглашения алена не узнает своего жениха когда он появляется перед ней поскольку все номера в гостинице уже были заняты прибывшие навстречу сатане временно поселяет пуховых в институтском музее где хранятся пришедшие в негодность волшебные предметы распорядившись оформить их как экспонаты обстрелы донбасса продолжаются новые минские соглашения есть негодные волшебные предметы а действия рф на донбассе расцениваются западом как негодные экспонаты на следующий день иван сестрой заручившись поддержкой коврова и брыля отправляется в ну и ну на прослушивание переговоры договорняк однако в фойе они сталкиваются с настоящими музыкантами инструктора нато которые должны были прибыть в город тем же поездом что иван но проводник высадил их оттуда дабы освободить купе как оказалось не без помощи магии коврова ковров уговаривает артистов помочь пуховым выступить перед ход советом и вместе с ниной ансамбль поет песенку о снежинке опять переговоры закончив песню не нам лнр днр спрашивает алену понравилось ли ей их выступление в ответ алена заколдовано хвалит и целует девочку простой народ украины поддерживает донбасс однако та просит поцеловать вместе вместо нее и вана то есть соединиться с большой руси что вызывает дикое возмущение у сатанеева коллективного запада несмотря на это шамаханская мировой кагал ротшильды утверждает пуховых и ансамбли в качестве гостей на празднике кагал утверждает роли предстоящей войны новогодний бал после прослушивания сатанеев дабы объяснить причину своего внезапного гнева делает алене украине предложение руки и сердца но она выдвигает ему ряд требований первым делом он должен омолодиться потому что она считает его слишком старым для нее затем сделать ее заместителем директора по науке еще несколько материальных ценностей и атрибутов роскоши квартира машина сафари в странах африки заколдованная алена это нацистская элитка украины торгуется с коллективным западом за вступление в ес и нато за заводики щита фазенды яхты и золотой дождь для себя и своих семей ночью иван проникает в квартиру алены чтобы попытаться уговорить ее поцеловать его во сне но та случайно просыпается и своей магией прогоняет его попытки договориться с народом напрямую не получается народ украины в мороке тогда он обученный ковровым как проходить сквозь стены выкрадывает из института волшебную палочку и пытается с ее помощью телепортировать к себе алену пытается управлять событиями концептуально но палочка имеет власть только в сфере услуг фильме иван рисует воздухе букву z как учит его ковров кгб ковров и брыль тайком возвращают палочку в институт но затем ее выкрадывает сатанеев чтобы с ее помощью омолодиться правда тоже безрезультатно палочку он подменяет обычным карандашом виде которого она и была сделана чтобы шамаханская опозорилась перед комиссией при демонстрации бал военная операция пошел не по сценарию когала качели туда-сюда под коверные игры с олигархами украины и рф представители мирового когала и коллективного запада также в грызне и непонятках коллективный запад готовит свой сценарий балла войны перехватить управление у когала внимание к проекту новая хазария эту роль поручили игорю беркуту он активно пиарит этот проект новая хазария в день нового года отчаявшийся иван приходит к шамаханской требует снять заклятие силу руси ставят вопрос ребром когалу отпустить алену народ украины по добру по здорову кира узнав что алена была его невеста и ошибочно думать что тот обманывала ивана отвечает отказом когал отвечает отказом и требует убраться с украины и убрать свои претензии советую уехать из китежграда потому что если она ее расколдует то им обоим от этого станет только хуже китежград возвращается киврин и с удивлением обнаруживает что его не пускают в родной институт по приказу ревнивый директрисы российская пятая колонна по падает под санкции на новогоднем вечере появляются все персонажи даже киврин который проникает в зал в образе деда мороза с 23 на 24 февраля 2022 года началась военная операция z то что нарисовал в воздухе иван дед мороз пятая колонна маскируется под патриотов переговоры пескова мединского в турции шамаханская должна открыть вечер демонстрации волшебной палочки и естественно готовили микрон 16 буква еврейского алфавита айн апокалипсис безуспешно взмахивает карандашом который подложил сатанеев что-то пошло не так у сатанюк флешмоб на в день хатре с 1 января не сработал как надо сработало не то что бы все не каждый лишь сможет так сатанеев после этого решает перетянуть одеяло на себя и чтобы произвести впечатление на гостей страны ес своей магией прячет палочку в рукав но по незнанию волшебная палочка исполнять желание буквально он говорит что хочет оказаться на коне в этом здании то есть на пике внимания славы коллективный запад бидон и компания хотят получить весь дешевт от балла забирает все счеты рф а по сути ресурсы ивана но переигрывает сам себя в результате палочка забрасывает сатанеева коллективный запад на скульптуру коня находящийся на охлупение двускатной крыши института санкции становятся перебором и выстрелом в ногу россия переходит на расчет в рублях по газу цены на газ в европе и америки растут с охлупение сами не слезут иван может оставить соперника на грани позорной гибели но вместо этого взбирается на крышу и помогает ему спуститься но вот это он зря не надо проявлять благородство перед сатанеевыми возможно это какие-то санкционные уступки вот уж бесконечная русская доброта благородство либо пятая колонна там все вместе награду алена целует его ивана и чары рассеиваются народ украина в конце концов прозревает заклятье спадает услышав как алена представляет всем ивана как своего жениха шамаханская кагал израиля на украине понимает что ее обманули но ее утешает замаскированный киврин пятая колонна ломанулась в израиль он открывается всем и объявляет шамаханскую своей невестой пятая колонна рэп сливается в экстазе со своим израильским кагалом не на донбасс находит волшебную палочку и загадывает чтобы все-таки встретили новый год чтобы все распри война закончились а потом отдает палочку кири кагалу но вот это опять напрасно не надо разбрасываться волшебными палочками тем более неуравновешенным ревнимым злопамятным кагалом на радостях шамаханская предлагает каждому гостю загадать желание сатане его она разрешает загадать по собственному желанию намекая на увольнение и фильм заканчивается сценой всеобщего веселья здесь явный намек на отстранение коллективного запада от руля истории но как-то такой расклад получился поживем увидим сейчас идем по лезвию бритвы всем тяжело не все сразу выдержка главное миру мир хаос никогда не поглотит мир а тьма свет вселенная есть абсолютный порядок и созидательное движение с вами была галина кунашева традиционно благодарю всех кто меня поддерживает подписывайтесь на все мои соцсети ссылки в описании подписывайтесь на канал всех вам благ до свидания